Сейчас давайте рассмотрим такого древнего, как Иг. Иг входит в тройку наиболее слабых древних. Во-первых, давайте рассмотрим эффект последователей Ига. Последователями Ига являются культисты. И так как укус культистов становится очень ядовитым, если мы выбираем Ига в качестве древнего, то их рейтинг боя понижается от плюс одного до плюс нуля, и также их повреждения становятся равны четырем единицам здоровья. И давайте рассмотрим способность Ига. Гнев Ига. Когда Иг спит, он получает по жетону Рока на свой трек безысходности каждый раз, когда культист повержен, и также каждый раз, когда сыщик потерян во времени и пространстве. Плюс к этому у Ига самый короткий трек безысходности всего лишь 10 жетонов. То есть, его довольно-таки непросто победить другим способом, кроме как в результате финальной схватки. Ну, если дело доходит до финальной схватки, то здесь активируется его стартовая способность. Каждый сыщик проклят, а каждый сыщик, который уже был проклят на момент начала битвы, сожран. Его модификатор боя равен минус 3, у него нет никакой защиты, ни магической, ни физической, и его атака основана на скорости. И, как обычно, начинаем со скорости. Плюс 1, второй ход, скорость плюс 0, третий ход минус 1, и так далее. Если мы не проходим эту проверку, мы теряем 1 единицу рассудка и 1 единицу здоровья. Если нам нечего терять, то наш сыщик сожран. То есть, например, если у вашего сыщика осталась последняя единица рассудка и последняя единица здоровья, так как вследствие провала проверки скорости у него не останется ничего, он просто будет сожран. И это все, что я хотел вам сказать об Иге. Спасибо за внимание.